Мы едем, едем, едем в далекие края. Почему края далекие? А потому что до центра области, как и для сателлитов, более 250 километров. О, как! Примерно три часа и более. И какие дороги! О, какие дороги! Точнее, никаких стандартных магнитогорских дорог нет в природе. Это у нас практически идеал именно благодаря Виктору Филипповичу. Не было бы его, была бы страсть, но комбинат рулит. И спасибо ему огромное. То есть, куда дальше и на чем? Вот на чем мы едем? Спросим у тех, для кого большие колеса и лучшие магнитогорские водители автобусов работают. Да, в разных странах было. Потому что можно добраться много докуда и по достаточно приемлемой, скажем так, цене. И достаточно быстро, да, получается? Ну, нормально, да. Нормально, да. То есть, мы не будем говорить, что вы где-то просто никуда не уедете, а в городе, где-то русское, это возможность. Ну, почти везде можно добраться, да. Другого сообщения нет, только автотранс. А машина у вас есть? Есть. А почему вы все-таки решили автобус? Ну, мне так удобно. Удобно, да? И спокойно? Да. Ну, это дешевле и быстрее будет. То есть, на поезде, получается, до куда ехать? До Уфы, а там дальше обратно вниз получается, да? Нет, сразу. Это, например, на автобусе едем, да? Да. А так, получается, поездом-то по сути, может обратно усложность большая? Да. Он дороже. И дороже. Но здесь не интереснее. И поспокойнее поможет, да? Здесь поспокойнее. Без остановок. Без остановок. Да, спокойненько, ровно мы водим до Верхъевранска, там едем наступать. Нет. А удовольствие интересное, когда едем? Да, спокойно идти. Сейчас я работаю в санаторий Карагайский город. Санаторий Карагайский город? На работу ездят, да. А по-моему, в принципе, у вас приятно удивлен, да? Мы спокойно едем и паримся. Другого транспорта просто нет. И сапсана, не вертолета. И сапсана, не ездят. Единственный, да, транспорт наземный, там, что просто. Ну, во всяком случае, нормально. Я живу там. Вы живете, да? 40 лет. 40 лет. Это красиво. Очень. И живу, и отдыхаю. А до города Магнитопорска можно на помощь забраться, да? Да. Почему большие колеса? Объясняю просто. Большие колеса и самый опытный водитель спокойненько перекатывает буйраки на комфортной для перемещения скорости. И вы не влетаете головой в потолок. Это я про бля-блякары говорю. Плавное перемещение справа влево, а не визги и попинования в том самом неопытном и неведующем головняка трассе Каре. Эти водители знают дорогу, как пять пальцев. С ними комфортно и безопасно и удобно. Да, это привычка уже и калбина. Пользу людям приносить, тоже приятно. Допустим, работая в качестве водителя, тоже интересно жить? Да, без высшего образования можно водительный. То есть можно спокойненько, правильно? Да, у меня его нет, вот, допустим, я все равно. И все равно хорошо, да? То есть нравится, когда едем и получаем удовольствие? Да, у меня хорошо, я буду здесь дорогу. Если мне нравится. Вы хотите чеснока? Вот вам чеснок. Может, я не въезжаю, но Магнитогорск рулит в авто, в вокзалах. Я таких не видел. Самое забавное, что есть ЖД, он рядом, но качество от винта, то есть асфальт и продажи и удовольствие, больше даже, чем в Якате. Но мы валимся в машинах. Ну что это за безобразие? Когда город, кормящий на 70% областной центр не может похвастаться автобусами, вот чем надо хвалиться. Тут рядышком, недалеко, Китай. Уж поверьте, не все в Китае связано с железными дорогами. Я не говорю про Россию, но какие там автобусы и какие у нас. Две разные вещи. Но, конечно, по уровню, качество Китай даст скоро пронюхаться и США. Я там был три раза. И, честно, такого изумления я не видел нигде. Я-то был в 20 странах. Ну, молодцы, однозначно. Что мешает пойти по стопам младшего, но переплюнувшего нас брата? Да легко. Как бы вам объяснить то, что в течение 22 лет, а будет 1 октября и будет 23 год автостопа, я видел и снимал китайские машины. И, честно, они не гниют, как корейцы и немцы. Так что думайте, господа, и дайте Магнитогорску шанс быть в лидерах.